Всем доброго дня! Этот выпуск повторный, вместо удаленного ютубом последнего. Удалили его по жалобе одного опущенного петуха, который решил таким образом мне отомстить, увидев в моем анонсе на ролик фрагменты своего видео. Я у него уже давно как кость в горле с первого фейковыхода его канала и забанил меня у себя довольно быстро. Боятся все эти паразиты моего присутствия, забанили на всех фейковых каналах. Для них правда хуже горькой редьки, это ж надо так меня бояться, чтобы как глазадому дворовому шпиндюку, которому коленкой под зад дали западло, побежал мамоньке жаловаться, а теперь сидит в своем курятнике и тявкает под крылышком. К сожалению, мстительным гнидам неведомо чувство совести и чести, о чем он множество раз доказал на своем и других каналах в переписках под различными роликами. Там совсем отмороженное существо, действующее по принципу приставучего шизофреника. Конечно многие встречались с амебами, которые в очереди или в городском транспорте пристают к вам с какой-либо с виду тихой провокации, втягивая в свою шизофреническую перепалку. Вы сперва пытаетесь отбиться, а потом и вовсе ретируетесь от идиота подальше. А этот конченый все идет за вами и пытается укусить за пятку. Или подошли к такому в очереди и спросили на свою голову вы последний? И понеслось. Вот такой отморозок решил меня напугать баном на мой канал. Ха-ха. Я в каждом ролике говорю и пишу, что мне вообще похер на канал и все что я делаю. Для меня это просто развлечение или хобби. С канала я ничего не имею и уже показывал в одном из них, что за год я не получил ни копейки. Хотя монетизация включена, а включена она только потому, чтобы мне знать как именно пытаются заработать подобные этой гниде фейкодрочеры. И реально сопоставлять ради чего эти ублюдки засоряют интернет своим помойным контентом. И уже говорил, что хоть какой-то заработок может быть только если у вас на канале более миллиона просмотров в месяц. У меня же почти в 100 раз меньше. А это значит, что в месяц мне начисляют около 10-15 баксов, что соответствует моему заработку за час. Кто-то думает, что я из-за 10 баксов буду дрожать за канал. И в отличие от фейкодрочеров я никогда не прошу донатов и не выставляю какие-либо кошельки. Хотя мне не раз уже предлагали подкинуть на развитие. Но есть хоть кто-то, кто может сказать, что мне хоть копейку заплатил. Из какого я по-вашему буду трястись за канал? А вот этому жалобщику есть что терять. Только-только навешивал эффект на лапши хомячкам на лопоухие уши. Только донат палился рекой. Мечты идиотов сбылись. Теперь как тирха будет лопатой грести. Так вот ему запросто можно соорудить ответку. Точнее она уже рассматривается. К сожалению, Ютуб только наказывает молниеносно. Но чтобы отбиться от ложного обвинения, то уже требуется время. И как минимум одна жалоба из двух на сто процентов лживо. А за ложь Ютуб наказывает еще больше. Вот такое вот вступление. А про эту гниду я еще сделаю отдельный выпуск. Опять же повторяю, я сам являюсь сторонником и участником поиска альтернативных энергий. У меня есть знакомые, которые тоже этим занимаются и мы постоянно общаемся. Я знаю, как на самом деле обстоит дело в этой сфере и на каком уровне. Но из-за паразитов, которые тупо пользуются хайпом как возможностью наживы и заражают хомячков вирусом тупизма, движение поиска альтернативных энергий полностью дискредитируется. А теперь подумайте, если еще мозг совсем не атрофирован, кому это выгодно. У нас сегодня будет вот эта конструкция представляться. Думал еще вот с этой катушкой разобраться. Тут подобрал одну очень интересную. Вариант как раз идеально подходит под этот магнит. Но уже в другой раз, потому что опять же затянуто все. Значит, что у нас за конструкция? Я уже ее еще где-то полгода назад сделал было, ну и забросил. Своё посмотрел, тут что мне надо было, там глянул и забросил. И забыл. Потому что здесь надо было еще кое-что доделывать. То есть, что это значит вообще, что за конструкция? Вот это безмен, то есть измеритель в килограммах, тоннах и граммах. Вот пружинка, коромысло и магнит с кондуктором. Коромысло вот взято с 3,5-дюймового винта, естественно, то, что вот головки дергает. Возлюбители все знают, что это такое. И вот это коромысло здесь вкручено. Здесь добавил только вот эту площадочку из пластика. Основание вот сюда приклеил. Здесь оба стекло, кусок и 4 винта пластиковых, чтобы зажимать вот эту конструкцию, чтобы оно не болталось. Здесь пружина, она натянута, вот если так отпустить, ну почти на полкило, почти на полкило. Почти на полкило. То есть, как тара. У нас якобы тут тара. И вот сейчас в нуле. Если мы нажимаем, мы получаем, соответственно, вот килограмм например, вот набрал. Вот набираем сюда, если назад, то минус до полукилограмма. Можно, конечно, сделать, чтобы будет килограмм вот туда-сюда баланс. Но тут сейчас это неважно, особого значения не имеет. Значит, система немножко откалибрована. Ну так, конечно, она свою погрешность имеет. Ну вот, например, вот у меня гирька 50 грамм. Цепляем. Так, ну она, конечно, вот так будет работать. Вот, видите, да, 50. Вот, 50 грамм. Вот, берем 100 грамм. Ну вот, 95 было, да. Да, 95. То есть, погрешность какая-то есть. Но опять же, это все же неважно. 10-20 процентов, не в этом суть. И вот у нас эта конструкция позволяет замерять силу магнита на определенных расстояниях, ну и из разных конструкций. Вот беру, например, вот это. И вот сейчас оно на отталкивание. И вот мы отталкиваемся. Вот сейчас будет на притяжение. Видите, минус притягивается. Ну вот, я говорю, что особенность, когда сильные магниты еще слабые, еще можно как-то удерживать. Но когда сильные магниты, соответственно, надо здесь уже что-то такое более серьезное, чтобы оно фиксировало и держало ее, чтобы друг с другом не сцеплялось. вот поэтому я здесь буду показывать только на отражение. В общем, берем так. Вот этот магнит и этот магнит. просто замерить силу магнитного взаимодействия. И вот смотрим. Вот я ставлю магнит на отражение и вот у нас уже полкило. это расстояние где-то 6-7. Можем поставить линеечку. Замерять. Тут, естественно, чем ближе, тем буквально чуть-чуть. Ну, миллиметра 4, наверное. Вот, один килограмм 4 миллиметра. Вот мы, к примеру, определили. Вот на этом магните. Вот, да, теперь, вот, например, наращиваем и сюда, и сюда, и смотрим. Сколько будет килограмм 1 килограмм, если вот килограмм, ну, тут уже расстояние 5-6-7. Было это 4, сейчас 7. Но это мы добавили и тут, и тут по магниту. Соответственно, например, если здесь убрать, то вот килограмм. килограмм, вот так, где-то 5 миллиметров. Вот, и мы замеряем при помощи вот таких вещей, то есть линеечка, безмен. Вот такая сбалансированная конструкция более-менее позволяет замерять нам мощность этих магнитов. Вот, к примеру, я беру такой магнит, этот и этот. Мы еще сейчас, тут еще будет разный замер. И кое-что такое, что для вас должно быть шокирующим. Вот опять даю килограмм. Вот килограмм. Ну, тут видите, по длине, где-то почти сантиметр был. Да, сантиметр. Еще добавляем. Ну, чуть добавилось. Вот мы реально можем видеть, что, чего и как дает, и что, куда можно использовать. Сейчас еще этими побалуемся. Значит, дальше. Можем тоже взаимодействовать, вот чтобы как бы скомпенсировать вот этот недостаток. Так, все надо делать аккуратно. А то и так уже эти магниты биты и перебиты. Вот, к примеру. Вот на отражение. Так, уже тут надо удерживать конструкцию. Вот килограмм. Ну да, вот так, 12-13 миллиметров где-то. Вот сейчас уже как бы ничего не мешает. Или, например, на отражение. То есть не отражение, а на притяжение. Вот. Расстояние. Видите, какое расстояние. Уже 200 грамм. 300. Четыре. Опа. Так, поймал. Вот поэтому я и говорю, что нужна конструкция более жесткая для этого. И для таких магнитов. Совсем уходит. Ну, то есть все равно больше 500 и никак нет. Я думаю, понятно смысл этой конструкции всей. Но это далеко еще не все. Теперь показываю вот что. То, что мы видим. Я уже вам показывал и так. Вот скрутилки и просто свободно. Ну, вот сейчас показываю, вот смотрите. Как я вам говорил, что вот есть. Как видите, вот идет система. Вот если достаточно близко. Оно должно быть достаточно близко, вообще-то магниты для взаимодействия. Видите, проявляется обратный полюс. И ладно бы это все. Но вот, например, в этой конструкции. Вот видите, что происходит. По центру. Вот, например, вверх. Туда-сюда. Значит, вот этим можно более. Можно всунуться с ним. Ну, то же самое. Вот раз. И вот смотрим. И вот видите тут. Прямо, причем это вот миллиметра. Больше миллиметра. Вот дает. Ладно, мы тогда опять прикроем это дело. Вроде как. Тут все равно, конечно. И видите, вот. Нейтрал. Вот. То есть, вот я веду. И пошло. Ну, вовнутрь ввожу. И вот. Где-то на миллиметра. Три. Появляется противоположное поле. Хотя их тут три. 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 Вот. И все это было одно. И все ничего. Но идем дальше. Вот как раз. Вот эта конструкция нам позволяет еще кое-что определить. Так. Сравняем тут. Отношение друг к другу. И вот смотрим. Внимательно следите. Вот я веду магнит. Теперь смотрите, что. Видите, какое дело. Минус. Минус. Не плюс, а минус. Тридцать. Минус. Сто. Вот я медленно, медленно, медленно стараюсь ввести. Двести. Триста. Так. Уже. Вводить тяжело. И. Вот. Внимательно смотрите. Ввожу. 300 и вот здесь где-то вот почти половину уже магнита и вот на половине все мы обнулились и пошел плюс вот о чем я вам показывал на индикаторах но тут конечно уже больше кило но факт то что до 300 грамм то же самое вот примеру показываю сверху то есть вот расстояние видите какой даем можно больше дожидать то есть расстояние сколько сантиметр почти и вот это о чем говорит вот когда барабан крутится магнитами с магнитами его что происходит на самом деле о том о чем вы даже и не подозреваете и не думаете никогда там эти деятели с компасами сидят смотрят что там щелкают ими идиоты полюса какие-то ищут находит как они могут что находить вот смотрите вот они так немножко не просто плохо видно отсюда так и камера сверху вот я опускаю пуск далеко час нахожусь то есть если я ближе он будет соответственно но если дальше вот видите какое расстояние огромное это сантиметр то очень много уже и все но минус то есть идет противодействие и только потом мы получаем нужное отталкивание вот килограмм это вот именно так подымаем и пошел минус ну вот как и было так и осталось 470 теперь дальше вот я вам показал так как это происходит и что при этом происходит и как это можно замерить теперь покажем как будет если вот так то есть ну я к чему это что мало ли там может дан металл мешает или на самом деле что-то происходит почему на обратку дает ну хотя я вам уже показывал он других инструкциях обратка все но есть вот я вам показываю эти и вот пошел минус уже вот я буквально еще расстояние она так покажу расстояние до магнитов вот смотрите видите расстояние какое вот чтобы так не было там я нажимаю и вот видите уже пошло так тут я не удержу вот уже 200 300 а еще расстояние целого диаметра вы хоть об этом знаете всем откуда вам знать вы же компасом все меряете в лучшем случае или другим магнитом побежал ну соответственно я наверное все таки этим не буду вот этим послабее вот сейчас у нас тут уже центра нету вот смотрите вот сейчас у нас они на притяжение поэтому здесь минус вот притяжение там 400 грамм и вот я двигаю двигаю и пошел плюс то есть любое взаимодействие любых диаметров но все но приводит к тому что есть обратка а это все кпд это все потери это все проблемы о которых вы даже не догадываетесь и которые портят все что вы там себе нафантазировали ну очень понятно тут чувствую магниты по разбиваем тоже на отражение понятно она я еще не показал вот что но и надо один нюанс как раз вот с этим так кыш на 2 хватит вот то есть один который с металлом лишним и 2 все-таки уже почище и вот смотрите что происходит тоже так это на притяжение на отталкивание будем отталкивать вот мы вроде отталкиваем и приплыли то есть используя такие магниты вы тоже еще сталкиваетесь вот здесь с некоторыми особенностями проблемами и ставь тут латунный не латунный или какой угодно так вот еще добавлю один вот на отталкивание вроде бы все отлично все нормально вот она отталкивается все хорошо полкило и все приехали а так все опять нормально то же самое плюс минус минус плюс ну на каком расстоянии уже 20 30 50 грамм учитывая что вот так это где-то 350 и 100 грамм здесь то есть фактически третья или четвертая часть усилия усилия паразитного возникает вот здесь то есть что вам дальше рассказывать что надо делать хотя я вам все объясняю что толку с этого все но никакого не будет но это именно я даю настоящего усилия так как должны работать магниты вот какие должны быть между ними взаимодействия вот представьте себе что вот пять миллиметров а уже килограмм был вот когда их больше то есть соответственно оно должно быть больше то что они у меня по пять миллиметров это все хорошо но этого мало на самом деле хотя бы надо вот где-то вот так 15 на 15 20 надо вот при 25 миллиметрах и соответственно здесь должно быть соответственно уже на пяти миллиметрах усилие будет не килограмма килограмма полтора два а если еще ближе если 3 миллиметра там уже будет 5 кило и соответственно это вся вертушка если все правильно взаимодействовать не с такими вот катушками вот вот пародия этой вот так вот ставите что они вообще ничего не делают что вы там говорите вас не залипает да хорошо не залипает но она энергии не дает так что как вам такая ситуация повод для свои мозги немножко зачистить немножко за высоко получается надо загибать вот такая у нас история можно сделать конструкцию очень быстро очень просто и замерять соответственно ваши дела соответственно пружинку на килограмм например поставить или как там если вы там двадцать очки применяете они двадцать пятки то тогда этого вполне достаточно вот если вот такие монеты и больше тут конечно надо посерьезнее закрепить потому что у меня на деревяшке она когда больше килограмма даешь уже начинают разбалтываться ну и тут соответственно уже посерьезнее то есть коромысло должно быть уже помощнее но до килограмма если вы что-то мерить там 200 300 500 грамм особенно вот на таких это тем более достаточно для экспериментов но именно что в чем и дело что я пытаюсь все время вам объяснить что выпад на все уходите вот эти вот малые напряжение токи точнее напряжение может у вас хоть там 200 вольт быть но ток никакой и мощности в этих катушках абсолютно никакой нет но если вы ставите на магнитах у вас другая проблема залипания я вот вы его вам показываю у вас возникает паразитные взаимодействия они и так возникают вы когда катушку ставите сюда и когда у вас там что-то вращается естественно этот магнит будет действовать на катушку и это надо все учитывать по идее но из-за слабо точности этой конструкции и невозможности получения нормальной мощности хотя бы там десятки ватт вы здесь ничего не получите толком вот такой катушки только вот когда вы имеете такое вот взаимодействие мощные но вот я вам покажу уже в другом следующем ролике вот уже поэтому по этой катушки именно тоже на дамы и токи напряжение и все взаимодействие покажу вам там все будет по-другому и еще кое-что хотел там показать ну вот ладно в общем вот пока достаточно перевариваете эту кашу которую я вам тут заварил и думаете чем вы занимаетесь и что вы делаете можете не знаю наконец-то включитесь там что-нибудь у вас зашевелится все всем пока